Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM. 13.15 в Кирове на 101FM программа «Особое мнение». Мы вновь приносим извинения радиослушателям за задержку со стартом программы. Зима, дороги, пробки. Отлично, всё работает. Всё работает. Михаил Шевелёв сегодня в этой студии, секретарь регионального отделения партии «Гражданская платформа». Экономист, журналист, наш постоянный эксперт. Михаил, добрый день. Добрый день, Юля. Ну что ж, давайте, наверное, начнём с обсуждаемого. Я имею в виду встречу в Рио губернатора Игоря Васильева и главных редакторов кировских СМИ, которая прошла на прошлой неделе, и после которой разразился такой небольшой скандал. Хочу начать с вопроса. Лично вы были на встрече? Нет, я не был на встрече. А главный редактор вашего журнала «Товар, деньги, товар» Николай Голиков? Тоже не присутствовал. А вы понимаете, почему вас не позвали? Ну, скажем так, нельзя сказать, чтобы я не анализировал. То, что я не присутствовал, это, в общем-то, достаточно объяснимо, потому что встреча была заявлена как встреча главных редакторов. То есть, в принципе, сам посыл, сам по себе, сама идея, ну, мне кажется, она очень хорошая и позитивная, и правильная, потому что нужно выстраивать взаимодействие органов власти с представителями СМИ. И чем прозрачнее это взаимодействие, тем, естественно, это более, ну, скажем так, взаимо... Даже выгодно не то слово, а взаимополезно и обществу и власти. То есть, соответственно, почему... Не представлены ведь были не только, там, условно говоря, Николай Голиков, который является главным редактором журнала «Товар, деньги, товар». Не представлены были, ну, достаточно, я так понимаю, что, ну, большой круг лиц, которые являются главными редакторами, и, может быть, там, в силу каких-то обстоятельств туда не были включены. То есть, ну, я не буду даже, там, говорить, там, ни фамилии, там, никого, там, вот, но... А вы сами для себя как это объясняете? Забыли, не знали, не угодны? Нет, я думаю, что у каждого мероприятия есть, естественно, организаторы. То есть, у организаторов, естественно, были какие-то цели, задачи, ну, и мысли. Вы сами понимаете то, что любое мероприятие, оно, ну, подразумевает, собственно, на организационную составляющую, ну, и, собственно, некий итог. Я не совсем понимаю у организаторов, зачем было делать, ну, скажем, настолько публичные мероприятия. При том, что, насколько я понимаю, главная цель и задача, она состояла в том, чтобы, ну, действительно найти точки соприкосновения именно в рабочем режиме. То есть, это не пресс-конференция, это не какой-то там вопрос-ответ, там, непрямая линия губернатора, там, условно говоря, там, да, вот. Это было желание выстроить рабочий диалог. То есть, это, по сути, рабочая встреча, по итогам которой, ну, вот, я бы даже не предполагал, ну, анонсировать какие-то там пресс-релизы, там, или чего. Состоялось и состоялось. А те рабочие вопросы, которые там порешали, они должны были, ну, наверное, решаться в течение, там, какого-то периода, потому что они не могут, ну, быть решены достаточно быстро. Насколько я понимаю, на самом деле, основная встреча состоялась вчера. То есть, там, ряд тех людей, которые не присутствовали на этой встрече, и тех, кто присутствовал, то есть... Ну, вот мы об этом поговорим потом обязательно, да, я сначала хочу... И как раз этот формат-то был более правильным вчера, потому что по результатам люди пообщались и, по большому счету, договорились о том, как они будут взаимодействовать. То есть, а здесь получилось так, что... Давайте объясним радиослушателям, что же все-таки произошло накануне, потому что мы с вами знаем, а все остальные не знают. Насколько я понимаю, накануне Игорь Васильев встретился отдельно с четырьмя главными редакторами, правильно? Нет. Насколько я понимаю, там были не только главные редактора, там были представители СМИ, скажем так. Это была более кулуарная встреча, более в узком формате, правильно? Кулуарная я бы ее не назвал, она была как раз рабочая. То есть, она была встречей по договоренности, то есть, где ряд участников процесса, которые были знакомы, ну, или, в принципе, были представлены, или каким-то образом пересекались до этого, решили, собственно говоря, собраться и обсудить, ну, действительно волнующие вопросы, там, сложные. И при этом изначально как бы не договорились, или там не предполагали о том, что она будет, ну, каким-то образом публично отвечаться, или там по ее результатам будут какие-то материалы. Поэтому она и прошла, на мой взгляд, ну, достаточно плодотворно и спокойно. Она по чьей инициативе состоялась? По инициативе журналистов-редакторов или правительства области? Я, к сожалению, не готов сказать, потому что в данном случае, как я понимаю, это был некий плод вот тех предварительных встреч, разговоров, интервью, которые там состоялись, да. И, скорее всего, просто, ну, в результате нескольких звонков было определено, что она интересна и той, и другой стороне. Давайте вот мы там соберемся и поговорим. На этой встрече была Светлана Занько, главный редактор нашей радиостанции, Николай Голиков. Владимир Маматов. Владимир Маматов. Евгений Михайлович Дрогов был. Который не попал на первую встречу. Да почему попал и не попал? То есть туда не попали те, кто не был приглашен. Хорошо. Которого не позвали на первую встречу. Вот, ну, пусть так, пусть так, да. Который не был в списке приглашенных на первую встречу. Хорошо. Михаил, вы более дипломатично сформулировали. Хорошо. Вот я предлагаю просто вернуться к вчерашней встрече чуть позже. И все-таки вот мне интересно узнать вашу точку зрения. После вот этой большой встречи Игоря Васильева с главными редакторами СМИ случилось такой небольшой там медиа-скандал или казус. Потому что, как выяснилось, Игорь Васильева, 16 человек из 20, которые там были, неправильно поняли. И неправильно процитировали его слова о Навальном. И неправильно их трактовали. После этого вышел пресс-релиз под названием «Прямая речь», где уточнялось, что именно имел в виду Игорь Владимирович. Вот сам факт этого момента, когда с помощью пресс-релиза, подписанного там фамилиями других журналистов, нужно уточнять, что именно сказал глава региона, это нормально? Ну, заметьте, пресс-релиз до сих пор висит, правда? Я видела, да. На мой взгляд, вообще любое событие в этой сфере нужно рассматривать как попытку. То есть вот есть попытка, попытка встретиться. В таком формате я, честно говоря, встреч не помню. У меня предыдущих губернаторов, вот, никого, ну, где-либо в другой области просто не знаю. Вы имеете в виду формата губернатора и главные редакторы СМИ? Да, да, да. Главные редакторы СМИ. То есть я ее не помню. Раньше это проходило в формате пресс-конференции. Причем это очень открытая попытка. То есть даже не формат пресс-конференции, а формат «давайте поговорим». Ну, где не было, там изначально задано каких-то там вопросов, там, каверзных, там, и так далее. И я полагаю, что ожидание-то было именно такое. Вот вы работаете, мы тоже ценим свободу слова. Мы тоже понимаем значимость, как бы, открытости и информированности для общества о наших шагах. Ну, это со стороны правительства, да. И, соответственно, мы бы хотели понимать, какие вы от нас ожидаете шаги, действия. А кого бы вы из нас хотели видеть, на каких мероприятиях. То есть чем вы занимаетесь, какие проекты ведетесь, тем, чтобы мы могли построиться. И в данном случае взаимоудобно, что ли, и полезно общаться. Вот, я полагаю, месседж, который был предемонстрирован правительством. Те же, кто пришел, на мой взгляд, они немножко, ну, большинство, они подошли, ну, к позиции просто события. То есть, вот есть события, мы сейчас что-то поговорим, по результатам него чего-то напишем. И, на мой взгляд, сыграла проблема вот этого, проблема Твиттера. То есть, когда вот кто-то чего-то сказал, нужно быстрее написать Твиттер. Кто первым написал, у того больше лайков, того больше процитировали, тот больше известен. Вот это, к сожалению, это, ну, скажем так, технология и реалии сегодняшних СМИ, которые нужно быстрее написать про что-то очень такое важное, что-то очень интересное для слушателя. И тем самым забрать немножко аудиторию. Михаил, вы меня, пожалуйста, извините, но журналисты и же с ними главные редакторы ждали этого общения почти 4 месяца. 4 месяца они не могли познакомиться лично в Рио губернатора. И мне кажется логично, что после такой первой встречи с ним они написали свои материалы. Они написали еще в ходе встречи. В чем проблема-то? Проблема в том, что те слова, которые Игорь Васильев, грубо говоря, говорил, они тут же транслировали в репортажном режиме. И, соответственно, нет возможности вот эту грань-то расширить. Вот есть слова, вы их интерпретируете как хотите. Потому что Твиттер предполагает энное количество знаков, он не предполагает объяснения, почему он это сказал, в каком контексте сказал и так далее. Но Твиттер на сегодняшний день используется всеми, в том числе и федеральными СМИ, для того, чтобы формировать свою новостную повестку. Правда? Конечно. И в результате вместо некоего рабочего диалога мы получили такой нормальный, хороший скандал. При том, что, как оказалось, даже из тех, кто не подписался, в принципе многие согласны с точкой зрения о том, что, ну, грубо говоря, высказывание о Навальном, например, оно носило характер, ну, типа того, что это не должно быть новостной повесткой дня Кировской области, нужны другие там новости, может быть, более позитивные, скажем там, или еще как-то. То, что желание у правительства есть, в этом это я не сомневаюсь. А в том, каким образом следует, ну, это высказываться, доносить, работать, вот этот формат, на мой взгляд, оказался просто-напросто неудачным, не так. Он оказался неподготовлен. И с точки зрения участников, например, да, то есть, ну, если мы берем главных редакторов и руководителей СМИ, то это люди, ну, вот, на мой, у меня небогатый опыт, на самом деле, да, там, пять лет я владею журналом «Товар, деньги, товар», но за эти пять лет я, в общем-то, понимаю, что эта ответственность руководителя, владельца, условно говоря, там, или главного редактора за СМИ, она, ну, намного выше, чем ответственность, там, ну, рядового журналиста или, там, блогера или, там, того, кто, ну, пишет, там, ну, я не знаю, в желтой прессе, да, но те, кто ориентируется на такой сегмент, ну, лайков, условно, там, да, вот. Поэтому нужно немножко разделять. И в этом плане, если была задача поставлена одна, то она должна была и по составу, то, чтобы выполняться, то есть по составу должна быть формироваться эта встреча с точки зрения тех людей, которые, ну, как-то, либо всех привлекать. Почему, например, Гуликов не был, почему он не был приглашен, почему, там, ряд редакторов, который появился, там, тоже, ну, появились, там, после дополнительных звонков. Это ведь тоже какая-то, и на самом деле, мне кажется, эта встреча, она тоже, ну, наши журналисты, к сожалению, ну, привыкли, скажем, быть либо приближенными, либо совсем задвинутыми, вот два лагеря, там, да, то есть есть приближенные, те, которые, там, имеют доступ, там, вход в кабинеты, там, каким-то образом разговор, там, выстраивают с губернатором, там, демонстрируют некую, там, возможность. Ну, и, видимо, соответствующие материалы пишут. И соответствующие материалы, видимо, пишут, не сомневаюсь в этом, но как раз подход Игоря Васильева заключался, на мой взгляд, в том, чтобы всех делать равноудаленным. То есть его политика, по крайней мере, на сегодняшний день, насколько я знаю, она заключается не в том, чтобы, там, приобрести здесь СМИ, там, руководить, там, ну, давать задания. Она заключается как раз в том, чтобы выстроить, ну, вы меня услышите так, как я хочу сказать. И он это делает, на самом-то деле, достаточно открыто. Те же, там, фразы про Навального, те же фразы про Быкова, они скорее свидетельствуют об открытости, нежели, там, ну, там, об опытности, неопытности, там, других вещах, правильно? Вот, поэтому, вот, на мой взгляд, вот этот элемент подготовки, этот элемент формирования состава тех, кто там есть и тех, кто там нету, кого там нету, там, да, вот это вот промах. Есть еще один вывод из этого вообще всего мероприятия, которое, ну, на мой взгляд, вот, я для себя анализировал вчера, там, ну, что я сегодня скажу. Мне, в общем-то, стало достаточно понятно, что у нас появился Союз журналистов Кировской области. Потому что люди, которые, ну, во-первых, в этом, как, скажем, и мероприятии, и в постмероприятиях, там, да, та же Елена Урмадская, там, да, тот же Евгений Михайлович Дрогов, те же, там, Николай Гуликов, да, они все являются на сегодняшний день членами правления Союза журналистов. И они продемонстрировали, в общем-то, то, что они имеют свою точку зрения, свое мнение. Ну, если еще не продемонстрировали, так продемонстрируют в ближайшее время. И тот же, например, вариант, там, по Жене Дрогову, да, о том, что его подпись вроде как стояла, но он ведь, там, не стал, там, никому звонить, там, ни с кем, там, договариваться, обсуждать. Он просто сразу, честно, там, во всех, там, ну, в его... Он открыто на Фейсбуке написал, что он, во-первых, не имеет никакого отношения, во-вторых, на встрече не был. Все правильно. Елена Армадская точно так же сказала о том, что она, в принципе, считает правильным поддержать губернатора в его, ну, собственно говоря, подходах. Ну, Елена, на самом деле, очень аккуратно, да, корректно сформулировала. Она сказала, что она дает большой кредит доверия Игорю Васильеву, и поэтому его поддерживает. Имеет право точку зрения на существование. Да, разумеется, на самом деле, точка зрения каждого из нас имеет право на существование. Но вопрос мой был не об этом. Мы вернемся к этому после... Мы вернемся после перерыва, потому что сейчас нам нужно прерваться на рекламу. Я напомню, что это особое мнение Михаила Шевелева, нашего эксперта, руководителя Кировского регионального отделения политической партии «Гражданская платформа». Сейчас мы на пару минут уйдем и очень скоро вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM Мы возвращаемся в эфир. У микрофона по-прежнему Юлия Афанасьева. Напротив меня все так же Михаил Шевелев, руководитель регионального отделения политической партии «Гражданская платформа». И я возвращаюсь к вопросу, который я задала в первой части программы. Михаил, я сейчас дословно процитирую, что сказал Игорь Васильев. У нас опять судят Навального. Это мировое событие. Да сколько можно его судить? Отпустите его уже. Пусть делает, что хочет. Навальный тоже человек. Пусть живет спокойно. Неужели эти слова можно понять как-то иначе, чем журналисты процитировали в своих текстах? Ну, тесто главное. Согласен с Игорем Васильевым. Отпустите его. Ну, даже, ну, честно говоря, условно говоря, интерпретировать это как призыв, например, к суду, который должен решить, я не могу. Ну, потому что эта фраза, она в данном случае в первую очередь... Она человеческая. Она человеческая, да. Вот это вот правильно, хорошее слово, потому что, ну, надоело, наверное, не совсем правильное выражение, да, но, честно говоря, я уже не читаю там ни репортажа, ничего. Потому что я хочу посмотреть, чтобы вот это го. Потому что я на первом этапе там, грубо говоря, там, следил, читал, смотрел там и так далее. И вот теперь второй мой вопрос. Насколько нормально, когда слова главы региона нужно уточнять после мероприятия? Вы хотите сказать, зачем? Зачем нужно было уточнять? Да, то есть нормально не тот вопрос. Нормально или не нормально, как бы, ну, это тоже категория, в которой... Это в порядке вещей, когда слова губернатора требуют дополнительного пояснения, чтобы быть верно истрактованными? Ну, у кого-то появилось такое желание. То есть сказать, вы же неправильно услышали, вы же неправильно интерпретировали, вы же вырвали слова из контекста, ведь говорилось не про это, ведь во всем контексте говорилось о том, ну, о другом. Вот, и кому-то появилось желание это сказать. Вот кто-то это сказал. Представляете, слова Путина будут интерпретировать вот так. А его интерпретируют, просто немножко по-другому. Выходит господин Песков и говорит, вот он хотел сказать вот это. Нет, Путин имел в виду совсем не то, он на самом деле хотел сказать это. Да, такое бывает. По форме такое бывает. То есть вы хотите сказать, ведь основная претензия в том, что должен был Владимир Андреевич Бекетов выйти, да, и сказать о том, что вы знаете, вот когда он говорил про Навального, он сказал вот это, вот это, вот это. И вопросов бы вообще ни у кого не было никаких, правда? А тут вопрос, тут самая интересная форма. То есть до формы все уцепились. Да, уцепились там. То, что есть там главный редактор Вятского наблюдателя, там, соответственно, про это все там написали, в том числе Вятский наблюдатель. Другой, наверное, Вятский наблюдатель. То, что там есть там Евгений Михайлович Дрогов, который на встрече не присутствовал, соответственно, не мог интерпретировать там в том ключе, в котором написано. Вот это стало интересным, вот это стало, скажем так, скандальным. На самом деле, почитав соцсети на сегодняшний день, можно очень четко там отранжировать мнение всех и каждого, кто за кого, кто с кем, кто против кого. У нас, кстати, очень высокопрофессиональные журналисты, и в среднем, в общем, сообщество журналистское, оно очень аналитическое. И вот такие вот вещи, кто с кем, за кого, против кого, и кто как, чего там интерпретировал, они, конечно, очень серьезно анализируют и высказывают, и не боятся этого. В этом плане я согласен с людьми, которые высказывают, говорят о том, что в Кирове вот это сообщество СМИ, оно гораздо выше эрудировано и профессионально, чем многие другие субъекты Российской Федерации. А вот вы, если были бы на месте, ну, не знаю, кого, наверное, Владимира Андреевича Бикетова, например, как бы вы поступили? Вы бы сами вышли и сказали, ребят, вы неправильно поняли. Нет, я бы, скорее всего, поступил бы совсем не так. Я бы больше времени уделил планированию. И подготовке мероприятия. Да, и подготовке мероприятия. На мой взгляд, при подготовке мероприятия был сделан некий крен, может быть, там, в сторону каких-то людей, которые более приближены, скажем так, к Владимиру Андреевичу в определенный момент. То есть не появилось людей разноплановых, равноудаленных. Ну, если бы там были разные совершенно СМИ по характеру, по степени отношений к власти, да, то есть они бы немножко, может быть, высказав свои мнения, подходы и так далее, то есть сложилась бы более такая устойчивая картинка, которая бы не привела вот к этим перекусам. Вот, на мой взгляд, это планирование. Вот я бы изменил планирование этой встречи. Я бы изменил форму встречи. То есть не должна она, возможно, быть спонтанной. Но этот опыт, я бы его тоже не стал как бы убирать в сторону. Это хороший опыт попытки открытости. Хороший. И вот, честно, я вам в перерыве сказал, что я не хочу говорить. Потому что меня можно интерпретировать. Меня можно, условно говоря, вот он сказал вот это, да, то есть, ну, оговорился человек, может быть. Или там, да, еще там как-то. И из этого могут раздуть, ну, слона. Хотя, на самом деле, тут есть очень четкая и здравая попытка наладить диалог власти и СМИ. В этом-то ведь хорошо. Вопрос, как она делается, это, да, вопрос. Тут нужно помочь, может быть, людям-то, а не это самое. Накидать кирпичами там, зажигательной смесью и так далее. А вот встреча, которая состоялась накануне. Мы о ней уже начали говорить в первой части программы, где была Светлана Занько, Николай Голиков, Владимир Маматов, Евгений Дрогов. Вы учредитель издания «Товар, деньги, товар», Николай Голиков его главный редактор. Ну, соответственно, вы тоже опосредованно имеете отношение к этой встрече. А какими стали ее итоги? Что там обсуждали? Ну, вы знаете, во-первых, я там не был. Соответственно, мне сказать о том, как от первого лица я не могу. Но я встречался с участниками. Мне очень приятно, что большинство участников – это авторы журнала «Товар, деньги, товар». Подавляющее большинство, да, либо члены экспертного совета журнала. Вот. И тут есть один момент. То, что действительно произошло некое понимание, на мой взгляд, того, что есть разные формы. Есть твиттер, есть соцсети, как форма общения, и она должна использоваться. Есть форма, ну, такого нормального, аналитического, серьезного материала, там, на шесть полос в журнале, там, условно говоря, да, которая тоже необходима, которая тоже требуется, потому что, ну, простую проблему, там, ну, связанную с финансированием муниципалитетов, да, ее в твиттере не писать никак, при всем желании. Ее даже на шести полосах в журнале не писать. Но она способна, условно, губернатор, например, просто сказал о том, что я готов участвовать в разных мероприятиях. Вот если вот под это мероприятие вот такая форма подходит, я готов в ней участвовать, я готов говорить. Но я готов говорить конкретно. Вот я так понимаю. То есть он не готов говорить, там, лить воду. И это, кстати, многие мероприятия уже показали. То, что если говорите о чем-то, да, говорите конкретно фамилии, имя, отчество, там, место, там, организация, там, какое... Пароли, явки. Да, явки, пароли, потому что тогда нужно реагировать на это. Но это даже не стукачество, это просто пример того, как это самое, как работает система. И без этих примеров систему-то не изменить. Желание изменить систему, по крайней мере, ну, есть оно. Какие-то договоренности по итогам вчерашней встречи были достигнуты? Ну, насколько я понимаю, у людей появился телефон губернатора, ну, то есть в Рио губернатора. То есть не у одного человека, там, у всех появился телефон. То есть это означает некая возможность прямой личной связи, там. То есть это отлично. На мой взгляд, это отлично. Потому что это позволяет, ну, в каких-то критических моментах, не злоупотребляя этим, задать вопрос напрямую, там, без каких-то посредников в виде, там, различных помощников, там, и исполнителей. И это уже заставит систему работать более гибко. Это заставит систему работать более осмотрительно и более, скажем так, действительно равноудаленно. Равноудаленность, я думаю, это то, что требуют сейчас практически все СМИ. Потому что людей много, профессионально пишущих много. Есть ведь еще районки, в которых профессиональных людей очень много. И в этом плане, вот, ну, как бы, на мой взгляд, то, что происходит, главное, чтобы это не останавливать. Главное, чтобы вот эти вот скандалы, там, мини-скандалы, там, медиа, там, различные вещи, там, да, казусы вот эти, и чтобы они не останавливали это движение. Я думаю, оно не остановится, потому что жизнь, она продолжается. Сейчас сколько-то времени пройдет, что-то новое случится, про это все забудут. Ну, хорошо, Михаил, я поняла вашу точку зрения. У нас 4 минуты с вами осталось. Коротко я хочу еще с вами обсудить то, что лично меня на этой неделе взволновало. Тема, я не знаю, как ее экономической, а заглавить. Вот, по моему мнению, два совершенно беспрецедентных случая у нас произошло на минувшей неделе, когда двух чиновников лишили имущества за несоответствие доходов и расходов. Это бывший налоговый инспектор, которая купила дом за 6 миллионов, а следом за ней лишился автомобиля Порше, сотрудник Роспотребнадзора. Вот прокомментируйте это, пожалуйста. Ну, во-первых, фамилии не написаны. Не написаны. Соответственно... Жалко? Что, Михаил? Ну, не то, что жалко. Это показывает, в общем-то, одну простую вещь, что система как бы дает знак о том, что есть не только налогоплательщики, которые должны заплатить налоги, которые они недоплатили по системам и так далее, но есть и чиновники, которые тоже должны соблюдать закон. И, в принципе, к сожалению, я так понимаю, чиновники тоже бывшие, да? То есть... Ну, насколько я поняла, сотрудник Роспотребнадзора действующий, а сотрудник налоговой инспекции бывший. Вот, я наоборот понял. Так что тут вопрос к этому, да? Фамилии в крайнем случае нету, поэтому, ну, скажем, относиться к этому как к информации такой очень серьезной, я бы не стал. В смысле, вы имеете в виду, что это может быть, ну, такой уткой? Ну, 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 что за информация, в которой половины, как бы, половины показателей нет. Что за уравнение со всеми неизвестными? Ну, что вам не хватает? Получается, минус, там, Парше. А что вам не хватает, кроме фамилий? Каких данных? Ну, мне не хватает, собственно говоря, обстоятельств. То есть мне не хватает понимания того, почему именно эти чиновники. Мне не хватает вообще. У нас есть, в принципе, есть возможность одобрить, я так понимаю, там, международную конвенцию, да, по легализации отмывания. Там, да, 30-х годов, в которой сказано о том, что чиновники, там, обязаны декларировать, и в случае все свои расходы, да, и в случае, там, каких-то несоответствий, они вообще все поголовно несут ответственность. То есть я полагаю, если всех поглубже копнуть, с точки зрения, там, семей, там, ну, не всех. Ну, многих. Многих. Многих, да, то есть по каким-то, там, то ли это работает антикоррупционная какая-то машина, да. То есть она, там, комиссия приняла решение, что вот этот человек по результатам этой проверки, там, получил вот такое, как бы, там, такие-то вопросы. Он на них не ответил. Произошли, там, дополнительные действия, в результате человек лишился, там, особняка. Это понятно. То есть это означает, что где-то кто-то работает очень хорошо. То есть какой-то антикоррупционный комитет действительно работает. Вот это вот хотя бы одно неизвестно раскрывает. Это что, это такой сигнал просто, вы понимаете, это как сигнал «не воруй». Ну, да, я думаю, что это один из тех сигналов, который говорит о том, что, чиновники, вы имеете совесть. Да, вот просто имейте совесть. То есть работаете, исполняете закон, получаете ту зарплату, которая вам положена, ну, и не воруй. И сидите тихо. Ну, не воруй, да. И на самом-то деле, вот эти, кстати, примеры, вот если второй аспект брать, да, они мне гораздо более понятны, и, на мой взгляд, они гораздо более действенны. Потому что, ну, садить за решетку, ну, всех не пересадишь, условно говоря, там, да. Вот. А если каждый будет ощущать, причем системно будет ощущать, что над тобой, там, есть некий домклавов, меч, что у тебя это отберут, и отберут больше. И вот именно экономическим способом, да, чтобы было невыгодно это делать. Вот это, да, это, как бы, модель и система, при которой, ну, может, как это сказать, там, немножко процесс нормализоваться. То есть, условно, уровень маразма будет немножко меньше, да. То есть, мы, условно говоря, будем считать нормальным откаты, там, не в 30%, там, или в 50%, там, да, а в 2%. То есть, давайте вернемся на уровень, там, в 2%. Тогда у нас экономика станет намного лучше, намного благоприятнее. На этом нам, к сожалению, Михаил, нужно закончить. Я напомню, что это было особое мнение Михаила Шевелева, руководителя регионального отделения политической партии «Гражданская платформа», экономиста, нашего постоянного эксперта. Спасибо вам за эфир. Спасибо, Юлия. Эфир для вас ввела Юлия Афанасьева. Всего доброго и до свидания.